А в нашем сообществе ВК по средам эксклюзивно выходят влоги, так что давайте вступайте. Ну а у нас форс-мажор, мама уезжает, полетит вообще одна. Ну, сейчас будем купаться, потому что сначала меня пускали спить и лету. Волновалась она, конечно, жутко. Так хотел, чтобы мама здесь посмотрела, все почувствовала. Рейс у нее завершен. Что там, Ванька? Там, Ванька? Ванька, дубля-утля. Так, а сегодня мы с Ванькой встали гораздо раньше, в 7 утра, потому что мы вставали с ним в 8.30, а сегодня в 7 утра, да? Скажешь, что-то у меня из-за зубов сопли, и плохо сплю из-за этого сегодня, что я весь хрюкал всю дорогу. Но это все равно неплохо. Даже зубы влезут, это хорошо. А встали пораньше, это тоже прекрасно. Можно посидеть. На улице погода, блеск вообще просто. Не жарко. Так свежо, очень хорошо. Поэтому мы решили с Ванькой посидеть на террасе. Я почитаю, он покачается. Смотришь, там, как будто о чем-то очень важном. Думаешь, мы зайки. Нам привезли лимон и шоку. Давайте, давайте челлендж. Надо выпить и не щуриться. Давай. Не щуриться? Не, не щуриться. Подождите, папа первая. Мама первая, давай, да. Я щурюсь. Нормально? Да. Окей. Еще повторить. Ну ладно, блин. Давай. Ну слезы такие с глазами. Да как вы это делаете? Как вы это делаете? Да не наигрываю я. Я выпил реально скуку. У меня лицо в точку в такую маленькую природу. Короче, я уже разговаривать даже не могу. И мусины мои. Боза, Боза, Боза. Поборол тебя. Повалил. Завалил отца. Упал, вставай, встал. Упай, упай, чекопай. Не суди, не гуди. Так, теперь ты? Да. Ты матки делаешь? Ага. Нет, я войдет. Сбегом мешканул. Только что сделал кросс-пробежку. Па, давай я третий раз, и потом ты третий раз. Давай, таймер. Не, давай так считайте. Я хочу подснять это. Раз, два, три. Мужчина, спать будете? 17. Тебе ты. У меня отдышка, вот не могу. Давай. Говорю, любимый, принеси, пожалуйста, кусочек хлебушка небольшой. Принес мне пол батона почти. Вань, читаешь? Сынок, ты читаешь? Книжку читаешь? Покажи, у тебя там что лезет сверху. Вань, я вот сегодня смотрела. Покажи. Вот тут. Вот тут. Посмотрите просто. Этот зубастик. Ай, типо, стой. Что говоришь? А где, ты видишь ее? Да, я видела. Что ты говоришь? Я сегодня разглядываю весь день в Асю. Такая она маленькая. Такая кругленькая. Такая она вообще не кругленькая. По сравнению с Ваней, она вообще не кругленькая. Она такая маленькая. Такие балюсики, такие ручки, такая маленькая, такой жмотик. Такая ее так глядили, обнимали, говорю, моя маленькая. Как ты? Мне кровавую мэру принесли. Как в стакане. Ага. Ну и вот. И я пока как будто все равно не могу понять, что мы в школу идем. Вообще, я просто... Причем меня бесит фраза. Мы? Меня прямо на днях спросили в сторис. А сколько вам уже месяцев? Я написала, что мне 445 месяцев, если что. Я не использую вот это вот мы, мы. А тут вот я прям использую. А я вообще профил. В школу идем мы. Я понял, что это там порицается. Вот это людям каким-то там умным не нравится. Вот это мы. Мне все нравится. Мне мы идем в школу. Мы обкакались. Мы говорят, это мои дети. И мне нравится. Будут у вас свои дети делать, что хотите. Я со своими детьми как придурок. Я так не говорю мы. Я со своими детьми буду как придурок. Мы обкакались, мы описывались, мы идем в школу. Мне это нравится. Это мои дети. Мы поменяли памперсы. Мы. Мы, 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 мы. Мы идем сюда. А сейчас сегодня маму водил в ресторан со звездой Мишлен. Ей не понравилось. А меня поведешь? Честно говоря, не хочу. Не хочешь, да? Ну, без кека. Таматный, таматный этот. Как называется, забыла, как-то. Кровавая мэрия. Я хотел, чтобы она острая была, а она просто кислая. Давай попросим острова. Сейчас. Я вообще не хочу с тобой идти в Мишлен. Ну, реально там, ну, типа. Ну, мы там были уже три раза. Угу. Так, так. И бесплатная проходка закончилась сегодня. У меня проходка еще есть. Я знаю, есть отличный план. Я пойду одна. Итак, скоро у Василиса школа, поэтому я хочу задать несколько важных вопросов, чтобы понять, насколько она готова к школе. Что нужно делать, если не хочешь в школу? Заболеть. Нахочевость в жизни, она всегда тебе пригодится. Ваня, ответь на вопрос ты. Проверь, насколько ты готов к школе. Если забыл сменку, что делать? Помогите. Так, я уже в сменке. Вот у меня обувь уже. А если она будет грязная? Это стиль. Ооо. Я до такого никогда бы не додумался в школе. Что ты скажешь учителю, если ты не сделал домашнюю работу? Ну, ее съела собака. А если учительница не поверит, что собака съела домашнюю, что ты будешь делать? Ванька порвала. Ка-ка-ка. Нет домашки. Что такое домашка? Если мальчик будет дергать тебя за косички? Лечь, он меня обидит. Я позову брата. Брата, брата, брата-та. Брата, брата, брата-та. А если папу вызывают в школу, что ты скажешь? Папа уехал на работу, и он будет там неделю. Мама заболела, и она очень сильно кашляет. Она может заразить. Папа уехал на работу на неделю. А кем он у тебя работает? Папа стилист у родских пельменей. Молодчина, ты полностью готова к школе. И вот твоя награда. Твоя личная дебетовая карта Junior от Т-Банка. Да, Вася уже точно готова к школе. Совсем скоро она начнет принимать взрослые решения. Делать уроки, отвечать у доски, покупать булочки в столовой. И в последнем вопросе мы доверяем дебетовой карте Junior от Т-Банка. Это новое название Тинькофф. Сама карта теперь тоже в новом ярком дизайне. И с этой картой мы точно знаем, что у Васи всегда есть деньги на обед. Прогулки с друзьями после школы или какие-то личные хотелки. Потому что в любой момент мы можем перевести ей деньги. А приложение с крутыми курсами и комиксами научит ее о зам финансовой грамотности. Карта совершенно бесплатная. Оформляйте дебетовую карту Junior от Т-Банка в новом дизайне по ссылке в описании. И будьте спокойны за финансовое взросление своего ребенка. Вась, мы там уже с мамой положили тебе первую сумму. На что ты ее планируешь потратить? 50 шоколадок и 100 игрушек. Да, но финансовую грамотность мы еще подтянем. Итак, сегодня у нас какой там день? Какой здесь? 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3. Сегодня седьмой день. Седьмой день, а я десерты не все попробовала. Вот смотрите, сегодня я пробую вот такую штуку. И мои любимые овощные конфеты. Ну типа овощные конфеты, сами понимаете, овощи. Надо есть на завтрак, обед и ужин. Это очень полезно. Что я и делаю. Вась, сегодня у нас без сладкого утром. Потому что не поела завтрак нормально. Ушла в номер с бабушкой. А мы пришли попить чаю, копы и съесть педесертику. Потом пойдем в бассейн, типа там все выплавывать. Ну я, я так выплавываю, что сложно назвать плаванием. О, ну-ка посмотрим, что взял мужчина. Мужчина, что вы взяли? Ух ты, какая сахарная булочка. Прям как ты. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Очень самостоятельная. Ну а у нас форс-мажор. Мама уезжает раньше, на сколько? На два дня? Да. На два дня раньше, чем мы. Грустно. Но сейчас будем провожать. Вот машина уже приехала. Ну ты что, возвращаешься? Конечно. Завтра обратно. Да, договорились, договорились. Так, надо, наверное, немножко пояснить, да, что произошло. У нас, в общем, бабушка Тамара. Что-то я как-то, ну, не очень важно почувствовала. Но она уже в возрасте, довольно серьезно. Мама всегда рядом с ней. Всегда там помогает ей, знаете, вплоть даже там, там, бутылочку воды открыть. Ну, короче, полностью помогает ей. И, конечно, неделя без мамы, бабушка чуть-чуть такая, упс, это нелегко, как оказалось. Вот, и поэтому мы решили, что... Я чувствую, и мама уже сама переживает. Место себе не находит. Мы сейчас звонили бабушке, а там бабушка, она, ну, там, до телефона трудновато дойти. Понимаете, когда кучу раз ты набираешь, и кучу раз человек не поднимает, вы можете примерно, да, понять, какая палитра мыслей у всех в голове начинает вырисовываться. Вот. И решили, что мама побережет свои нервы, бабушкины нервы, и поедет пораньше. И сейчас мама такая, геройский поступок, она же никогда в жизни не летала вообще. С нами вместе был первый полет. А сейчас она полетит вообще одна. Вот, я ей сразу купил все бизнес-класс, все, оплатил все, знаете, эти проходки быстрые, чтобы ее везде все провели, везде все показали, за руку отвели. Сейчас буду с Москвой, с Москва, ле Москва, буду с ней связываться, чтобы к маме там ее встретили, с табличками проводили, и она поскорее примчала к бабушке. Вот такая вот история, друзья. Поэтому мама улетела, все. А мы опять тут, второй раз за день. Невозможно просто вообще. Это просто... Что именно? Коричневая? Это похоже на шоколадный кофе, просто, на праве. Вань, ну тебе нельзя еще. Ну и что, что зубы есть? Все равно пока нельзя, Вань. Мой мельфей. Вань, смотри, кто гуляет. Это маленький. Либо два брата, либо вообще сестра большая и маленький брат. Большая, как косули. А косули это что? Косули это такие животные, пронакопытные. Как тебе рассказать еще? Как ты объяснишь, что косули? Что такие косули? К файп подошел. Я тебе могу картинку показать хочешь? Ну что, как у школы? Ваш персонаж из игры Five Nights at Freddy's? Нет. Ваш персонаж старше 50 лет? Нет. Ваш персонаж носил вас на руках в детстве? Так, а маме осталось лететь полтора часа. Мама прошла все досмотры, все границы. Все. Полтора часа. Она приземляется. И это будет ее первый перелет. Первый перелет позади у нее будет. Соло. Волновалась она, конечно, жуткая. Но вроде все получилось легко. Даже сама гель нашла. Что у нас сегодня в планах? У нас сегодня в планах посмотреть. Детская анимация, потому что Ваня кайфует от нее. А потом у нас будет Тодос. Все, это новая программа. А завтра что? А завтра у нас фотосессия семейная. Сбор чемоданов. Фокус. Фокус. Фокус за 300. Что ты? Покажи лицо своему, Вася. Лоб один. Что это у тебя за жираф такой? Мяу. Чуть-чуть посидеться. Вау. Немного разошелы две, но можно еще две? Еще клубнички в шоколаде? Получается четыре. Хорошо. Сегодня произошел тот день, когда я в записную книжку телефонную. У меня появился телефонный номер доченька. Ребята, время летит неумолимо быстро. Она тут сводится с подругами. Отдых, конечно, прошел невероятно мимолетный. Видимо, я так хотел, чтобы мама здесь посмотрела, все почувствовала, отдохнула. Что когда она улетела, я такой резко, как будто, знаете, как будто вынырнул из всех этих приятных забот о неком таком ухаживании. И такой, ой, остался только сегодня день, который уже окончается. Завтра полный день. И все, а на следующий день. Короче, остался день, и мы улетаем. Опять же, друзья, время летит мимолетно. Надо наслаждаться его течением. А все остальное пустое. Осень – это школа, офис, яркие краски природы и... Новая обувь. Удобная, модная, из натуральных материалов и актуальных расцветок. На каждый день и для спортивных тренировок. А еще огромный выбор сумок и школьных рюкзаков. Каждый третий товар бесплатно. Если обувь, то кари. Так, девчонки, на шоу я Ваньку тут укладываю спать. Мама только что в Телеграме прошла сообщение мое. Значит, только что долетел рейс. У них задержка была, что-то, что-то такой... Должны были приземли... Короче, на 40 минут задержался рейс. Хочу сейчас у нее узнать, когда она будет на связи. Что, как все прошло? Все, долетела мама. Можете не переживать. Тусовка блондинок. Все, меня отселили, я пошел пить чай отдельно. Так, а у нас сегодня крайний день. Завтра мы улетаем. Поэтому я решила взять эклер, который они недавно брали с папой на двоих. Вот такой вот черненький. А еще вот такой вот беленький. Мне кажется, это очень вкусно. Итак, черный, я помню, он очень интересный. Потому что он из кунжута и напоминает, знаете что? Булку маковую. Очень вкусно. Так, ну а белый, по идее... А белый, кстати, не такой вкусный. Просто ванильный эклер. Ну он такой, окей, вот такой вот. Ну и плюс сверху белый шоколад. Наверное, очень много белого шоколада. Я не люблю белый шоколад. Я люблю молочный шоколад. Ну, в общем, десерты, балдеж. На любой вкус и цвет. Я не буду завтра взвешиваться, когда прийду домой. Не вижу смысла. Я, потому что наслаждаюсь и живу счастливо. Зачем мне вот эти цифры? Скажите мне, зачем? Вот и я так считаю. Чем себя балует муженька? Миндальный кросс, а? Постыдний день. Технически завтра еще будет. Мы завтра будем так же... Завтра 100%. Завтра я планирую не есть вот такие вот десерты. Вообще еду. Вообще еду, да. Не стопки десерты. На самом деле, завтра я не планирую есть вот такие десерты большие. Завтра я планирую есть вот этот рахат лукум. Или как он называется? Я хочу только попить чайку и насладиться. Пап, пипи, теперь я. Спасибо, любовь вам. Приятного аппетита. А муженька с Васькой пошли в аквапарк. Они, потому что за весь отдых еще ни разу там не были, поэтому решили, что сегодня, последний день, они обязаны посетить аквапарк. Вот, а мы с Ваней идем к бассейну. Растелим сейчас себе на травки, полотенца. И поползает котенок. Вот такие дела. Вот такой план на ближайшие пару часов. Идем в аквапарк сейчас. А что дальше? Что хочешь? Ну, сейчас будем купаться. Волок, поселиться, кукуляки, чек. Ты помнишь аквапарк с того года? Ну да, я помню, они белые. Помнишь, как ты испугалась? Сегодня будешь бояться? Нет. Не будешь бояться? Не буду. Надо, чтобы я на солнце не загорел. А то разгорю пиво. Расскажи про подруг свою, которую ты здесь нашла. Я нашла и еще нашла и нашла и все. Так, обломались мы. Не пустили нас ни в какие аквапарки. Сказали, что у них правила поменялись. И теперь только с 9 лет там можно кататься. Человек тут старается. Пользует. Вещь вспотель. Вещь вспотель весь. Скажи, где мой халедный чай? Please. Cold ice tea with ice. Неси. Быстро. Ох, Господи, аж качает человек. А пачки. Кстати, хотела рассказать про мои кольца. Вот это кольцо. И вот это кольцо. Это два года назад, когда мы тут были. Poison Drop прислали мне на рекламу. И вот они у меня до сих пор. Такие красивые. Они у меня с отпуском ассоциируются. То есть, вот видите, у меня медуза. И тут тоже медуза. Спасибо, Poison Drop. Так, по поводу книжки. Я уже прочитала вот столько. Я стараюсь читать, потому что я читаю по возможности, когда появляется возможность. И вот, собственно, читаю. Вот сейчас почитаю. Читала утром уже сегодня, когда с Ваней встали. Каждый день читаю. Надеюсь, что я дочитаю. Завтра мы уже улетаем, поэтому маловероятно. Ну, значит, возьму с собой в Питер и буду там читать дальше. Продолжу чтение свое. Вот такие дела. Но книжка интересная, классная. Добывая Биркин, советую почитать. Это очень интересно. Очень прикольно. Мне нравится. Просто человек такой важный стоит. Он все баночки выкидывает. Все выкидывает. Вань, Ваня, сынок, сынок, Вань. Полотенце не выкидывай. Оно тут надо. Так, а ну, а ну, Ваня. Стаканчики красивые. С дырочками. Все лишнее. Нам тут ничего не надо. Все утилизирует. Смотрите. Вот это вот. Вот это вот отсюда. Ну что же. Оказалось, что аквапарк не пускает басилька. Потому что Василечка у нас еще не девятилетняя. Потому что сначала меня пускали в пяти лет. А сейчас ввели правила. Видимо, правила безопасности стали у них пожестче. И теперь можно только с девяти лет заходить в аквапарк. Ну, получается, мне просто, типа, нужно подождать два года и все. Все верно. Вот. А поэтому папа с Вася вернулись к нам. Так, ну что же. Мы идем на обед. Василиса в детском клубе. С девчонками там, со своими подружками. Она сегодня всю дорогу созванивалась с подружкой по фейстайму. Это так прикольно. Это так по взрослому уже. Вообще, я пока не могу еще привыкнуть, что моя девочка такая большая. Вот. И мы сейчас идем без нее на обед. Потому что она сказала, что она не хочет есть. Она съела ягурт и ей достаточно. Посмотрим. Так, а у нас невероятное событие уровня джигана. У нас сейчас будет семейная фотосессия. Правда, Иван спит. Я непонятно, как он попадет на фотосессию. Ты где? А ты на фотосессии и идешь на правду? Нет, я на фотосессию. Я сделаю одну фотку и к вам в клуб. Фотосессия, это все идиот. Это у меня волосы я намочил. Ну, жарко, капец. Блин, еще свитере в каком-то. Вот, посмотрим. Попробую повторить одну фотку из прошлого. И так теперь четвером. Были троем, теперь четырем. Стар, стар, ты. Еще раз, два, три. Еще. Все. Пока муженька пошел смотреть, как там Васька тусят, я укачивала Ивана. У меня это сложно получается, потому что он очень сейчас капризный. Из-за того, что у него одновременно несколько зубов сверху лезет. Скорее бы уже они вылезли. Бедный малыш так мучается тоже. Он чешет эти десны беспрерывно. Все руки засовывает себе в рот и шкрябает по деснам. Малыш мой. Так, а мы сегодня на ужин выбрали итальянский ресторан. Я надеюсь, я чистая. Пока я сижу, ем хлеб, хумус, баклажаны. Очень вкусно. В общем, вот. Пришли поесть. Значит, оставили мы Васю одну погулять. Они вышли из клуба с подругой. Что? Детский клуб. Ну, не там, а туда, а в другой. Блин, тебе так клево. Подержи, подержи. 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 Скажи, я просто клепко делзусь. Просто клепко делзусь, чтобы не упасть, да? Что-то у меня на голове? Ничего нет. Турецкий клещ? Это маленький, маленький. Зю-зю, я жужужушка. В садик-школю не ходю. Зю-зю, зю-зю, зю-зю. Только в памперсе я жужу. Ты такой красный. Живот попался. Ну-ка, живот дайте мне. Ну что же, друзья, финальные несколько часов. Мы находимся в нашем отеле любимом. Все, наш отпуск подошел к концу. Ну как подошел к концу? Вот мы сейчас пришли в 10 утра. Смотрите, друзья, пустота. Пустота. Бассейн полностью наш. Точнее, Василисин. Василиса впитывает последние капли хлорки, чтобы увезти их в Москву. Я сейчас тоже полезу к ней. Иван, сопли у него пошли из-за зубов. Зубы вылезли сверху. Сопли у него пошли. Я не могу туда идти, потому что в сон. Так, а чем ты тут занимаешься? Ну, рассказывай. Итак, друзья, мы пришли к бассейну. Посмотрите, мы впервые так рано пришли к бассейну, что тут даже никого нет, кроме нас. Время 10.30 утра. Нам нужно в 12 выселиться из номера. Нас поселят в какой-то номер ожидания трансфера, потому что у нас трансфер в 16.20. Соответственно, с 12 до 16 у нас будет 4 часа. Вот, смотри, смотри. Балдеж. В общем, 4 часа нам нужно будет где-то потусить, пока приедет наш трансфер. Поэтому нас поселят в специальный номер, где будет там душ, туалет, кровать. Вот. Но мы не планируем сеть номер. Нам просто нужно будет вещи разместить и повесить купальники сушиться. А сейчас, пока мы пришли поплавать к бассейну, поесть арбуз, выпить шампайн, ну и насладиться еще витамином D. Питать максимально, да. Потому что в Москве погодка 20 градусов. Вань, 20 градусов в Москве. Ты куртку взял? У тебя с собой только спортивный костюм. Не замерзнешь ночью? Прилетаем в ночи. Завтра один день в Москве. Пересобираем чемодан. И послезавтра рано утром у нас сапсан. Потрясающе. Просто зубер путешествие. Сложнее всего почему-то мне кажется, что это мне. Потому что мне нужно разобрать, собрать, постирать. Но еще успеть бегать в торговый центр, чтобы забрать свои джинсики, которые я заказала, новые джинсики. Такие дела. А еще мне прилетели мои Манола Бланик. Мои первые, единственные, наверное, единственные туфельки Манола Бланик. Я очень надеюсь, что они нежно-розового цвета, потому что я хочу их надеть на свадьбу. Очень хочу скорее их увидеть. Как раз завтра прилетим. И завтра мне привезут мои Манола Бланик. И еще я заказала себе ботиночки на осень. Но, возможно, я их возьму в Питер. Вот. Боже, две минуты уже снимаю. Важная задача еще есть. Какая? Что-то вылезло, надо в море искупаться. В море? Да. Сейчас самое время. Почему я не хочу идти после выселения купаться? Потому что мы не высушим. Нет, я имею в виду перед уходом, да. Да, надо зайти в море. Иван, ну с твоими соплями я тебя не могу купать. Но носки помотим. В море только. В бассейне носки неинтересно мотить. В море носки помотим? Договорились? Я загадываю. Возвращаться сюда каждый год. Когда-нибудь мы сюда вернемся. Худыми и нагаченными. Да. Но не сегодня. Так, все, нас выселили из нашего номера. И пока у нас у нас самолет вечером, поэтому нам дали приватную комнату. Мы сказали, Ваня Никитичу или Никитичу? Приватная комната, это немножечко, ну это, сейчас покажем. Приватная комната, которая... Приватная комната для ожидания своего трансфера. Да. Поэтому она вот... Пап, сделай еще раз сюда. Короче, итак, это уже убедливая ванная, большая душевая. Вообще душевая. Так, заходим в саму комнату, в наши чемоданчики, заходим в саму комнату, все. Ну, друзья, согласитесь, для бесплатной комнаты это суперудобно, что... Короче, суперкайф, Макс Валя даже здесь нас впечатлил. Пойдем сейчас есть десерты, пользоваться вай-фаем, купаться, плавать, лучки солнца впитывать, и потом полетим в Москву. Ваня, ты готов в Москву здесь? Готов. Ну что же, мы идем гулять. Ой! Вот это пранк! Реально, прям так было страшно? Вася, а может, надо начать? Кстати, в этом корпусе, если вы помните, нашу самую первую поездку в Макс Раэл, влог. Это, конечно, один из самых популярных влогов у нас на канале. Это было именно в этом корпусе. Мы жили в этом корпусе. Не в таком номере, а в... Побольше. Вот. Но это и не номер, это приватная комната. Какая вероятность прожить там неделю в четвером? Да не, Викас, вообще легко. Не, в четвером с ума сойдешь, что там кровати нет. Там есть диван, есть шкаф, в котором три полки. Детей положим там. Сами подеснимся на диване. Ну что, сейчас надо обожраться сладким, да? Прямо обожраться, думаешь? У меня сегодня рахат-лукум этот запомнил. У меня сегодня рахат-лукум. Давай, выходи, шпана. Сейчас я закрою. Ну и ладно. Я все думаю про очки. Забыл у фирмы. Chrome Hearts. Но я думаю, что здесь, наверное, да, они дороже все равно будут. Я думаю, да. Если брать, то брать через наших байеров. Модель я не запомнила, ты сфоткал уже меня? Да. Вот я вам сейчас в тарайф покажу, как, в думаете, ли они идут, эти очки или нет. Напишите в комментариях. Брать или не брать? Что? Брать или не брать? Боже мой. Это кто-то там, лобезонька, морковку сидит. Целью морковку сидит, лобезонька. Эй, кролик. Кролик Иван. Холосый. Ванька, кто это такой у тебя, Вань? А? Хам? Он говорит, каротин. Каротин? Витамин, говорит, такой, знаешь? Зубы, блядь. Чешусь. Чтобы загар был хороший. Ровный, красивый. А там мне, говорит, в Питер еще ехать. Вдруг где-то в плавках надо будет показываться, да? В трусах на сцене. Ой, как лесу, морковка, часа, десна. Нет настроения стрелять. Ну, если мишени нет особо, так вот этот зонтик. Давай, Вань, пару раз чисто залп. Как будто свадьба турецкая. Чисто в небо давай. Давай, поехали. И прическа, прическа поехала на волнах ветра. Давай, поехали. Шмаляй. Боже, как меня это веселит. Не могу, какой шмар. Фу, Ваня. Вот так вот, друзья, аккуратнее с нами. Будьте на нас наезжать, выстрел из письки вас настигнет. Так, а мы пришли, пока есть время постоять еще. В море ноги искупали, да? Ноги помочили. И Ваня стоит, говорит, что вот это мое любимое занятие. Стоять на ветру, обдувать, наводить порядок на лежаке. Все, что я люблю. Я, говорит, сам поснимаю, ничего не умеешь. Пока, мой хороший. Субтитры подогнал «Симон» Что же, все, наш увлекательный и занимательный отдых подошел к концу. Мы движемся в аэропорт и полетим в Москву, чтобы потом из Москвы поехать на, на этом какого-то, на Сапсане. Куда? Правильно, в Сент-Петерберг. На концерт группы «Хлеб». Это был великолепный отдых. Восемь дней. Впервые мы отдыхали, по-моему, восемь дней. И я понял, почему? Потому что мало. Не хватило, прям четко было мало. Ну, все, на осмыслее, окончательно. Мы прилетели в антальский аэропёрст. Сейчас пойдем в антальский аэропёрст внутрь. Девушка уснула. Устала, поспала хоть чуть-чуть, нормально? И это что еще такое? Строу-бакс, строу-бакс. Понравилось тебе с такого стакана? Все, мы с Ванькой пришли. Девчонки пошли куда? В Дюдж-фри. А мы с ним тусуемся в терминале уже. Ожидаем самолета. Самолета ожидаем. Извините, отвлеклась немножко на красивый закат. И остановилась кормление ваше. Просто вообще непростительное. Можно чуть-чуть сниму еще красивый закат? Разрешите? Ну что, Иван, летим домой. Ты готов? Полеты готов? Мы? В самолете. А, все, готово. Удали. Удали. Ты не можешь меня с Ваней снимать? А я снимаю нас с Ваней. Так, ладно. Сделаем еще, головой не удалился. Короче, все, мы в самолете. Через... Сейчас будем взлетать. И через 5 часов, считай, будем в Москве дома. Воникаем. Инкудинг, троник, сигарет. О, ладно, пожалуйста. Ты все смогли так, что встать. Так, мы с Ваней решили снять. Обзор на детский набор, который выдали Ване. Посмотрим с вами месяц. Ваня, сможешь показывать? Итак, давайте смотреть, что же у нас в наборе. Давай, Ваня, показывай. Открывай. Да ты открывай. Давай. Вот это что такое? Доставай. Доставай, что это, Вань? Вань, ты не в камеру смотри. Что это, Вань? Вот это что это, Вань? Ой, блин. Вот это что такое, Вань? Смотри. Смотри скорее. Смотри, сынок. Что это, сынок? Это трафарет. Трафарет с кошечками и собачками. Тебе нужно внутрь положить такие же маленькие ячейки с кошечками и собачками. Сможешь? Дальше. Посмотрим, что у нас есть еще. У тебя там есть, смотри, какая Вань, книжка. Книжка. Домашние животные. Итак, давай откроем первую страничку. Не, не, первую, первую. Давай, смотри, с первой. Итак, кто тут? О, свинья. Пик. Как делает свинья? Так. А как делает гусь? Га-га-га. Га-га-га. А давай найдем, кто у нас был в отеле. Позы. Вань, смотри. Так. О, коза. А как делает корова? Коза делает ме-хе-хе-хе. Корова делает му-хе-хе. Так, ну и из последнего тут еще, собственно, трафарет надо ставить для каких-то животных. Ваня пока еще маловато для этого. Ну еще тут положили, что самое важное, я считаю. Салфетки влажные. Подгузник поменяли. Иван, ну вообще как бы спать пора. Ты видела вам тут вообще-то? Смотрите, получается, это вот он здесь, а ты там. А-а-а-а. Я боюсь, я вообще не помещусь. Ваня, подожди, скажите, куда у нас летел. Риана, говоришь. Пожили, посмотрите, он такой же еще у нас. Ему 7 месяцев. А это люлька до года. Она ему уже впритык. В общем, Ваня не стал спать в своей люльке. Хорошо, что рядом со мной никто не летит, потому что Ваня занял место. Пилетели в Москву. Идем, ждем. Что там, давайте, как его? Чемоданы и чай. Долетели, все, друзья, сейчас чемоданчики получим, чаю попьем и поедем до дому. Черт-то я ничего не понял. Не полетел кеветки, не полетел десерт. Посмотрел готовение. Но ничего нет. Так мы не договаривались. У меня было написано кеветки, десерт и еще моцарелла. А это где? Где повар?